Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. В частности, изменились показания к назначению гормональных препаратов. Строже стали требования, по которым врачи прописывают антибиотики. Сегодня медучреждения Югры приводят в соответствие протоколы по введению заболевших ковид. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский. Поведал главный врач округа и о темпах вакцинации населения от инфекции. Всего в автономию с начала прививочной кампании поступило более 39 тысяч доз вакцины. Использовано свыше 26 тысяч. Записаться на иммунизацию можно через портал госуслуг. Там доступна очередь на две недели. Воспользовались интернет-ресурсом уже 4 тысячи югорчан. Более 3 тысяч прошли вакцинацию. В электронной регистратуре округа запись доступна и на март. Также оставить заявку на прививку можно в колл-центрах медучреждений. Специалисты синхронизируют даты поставки гамм-ковид-вак с листами ожидания. Региональный департамент здравоохранения готовится и к вакцинации населения в труднодоступных пунктах. Проект распоряжения, в котором прописаны графики, внесут в правительство Югры для утверждения. Связь, ответственность медицинских организаций за каждый отдельный населенный пункт. И также будет регламентирован способ доставки вакцины в эти удаленные населенные пункты. И также планируем здесь именно срок вакцинации соотнести с тем, когда вакцина в достаточном количестве поступит в автономный. Всего в Югре 125 пунктов вакцинации от коронавируса. 88 из них стационарные, 37 мобильные. Их работа также будет зависеть от темпов поставки препарата. Добавлю, сегодня в регионе привиты первым компонентом гамм-ковид-вак более 25 тысяч человек. Губернатор акцентировала внимание на одном из вопросов, которые оставили в соцсетях. Он касался необходимости прохождения ПЦР-тестирования на коронавирус по приезду из других стран в случае, если ты уже привился, либо переболел инфекцией. То есть и в том, и в другом случае в организме есть антитела к ковиду. Наталья Комарова отметила, что в каждой стране, которая принимает иностранцев, есть свой порядок. Требования опубликованы на сайте Федерального агентства по туризму. В России вместе с тем действуют свои правила для тех, кто возвращается из-за рубежа. И их никто на данный момент не отменял. Напомню, действуют, продолжают действовать. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года номер 7. Постановление губернатора автономного округа от 4 апреля 2020 года номер 29. В соответствии с которыми граждане в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации обязаны пройти лабораторные исследования на COVID-19 и разместить информацию о его результатах, заполнив форму на портале государственных услуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова